Всем доброе утро, ребята! Сегодня 1 января 2018 года и хочу поздравить вас всех с наступившим Новым Годом! Пожелать вас самого-самого-самого-самого лучшего и чтобы все ваши мечты сбывались! А мы как приехали с путешествия, вообще ничего не снимали, отдыхали и хотела рассказать, что у нас тут происходит. Во-первых, мы поймали нашу мышку, наконец-таки, вот я оставляю ее сейчас здесь. Посмотрите, у нас мышка поймалась, такая вот большая, на кокос. Думаем сейчас, что с ней делать. И вчера, естественно, мы пошли гулять. Сначала мы встретились с нашими ребятами из Магадана, которые приехали. Привет вам, если вы смотрите. Очень душевно, классно посидели в ресторанчике, называется Blue Fox на улице Вевала. Это не на побережье. Мы встретились в 7 часов вечера, там посидели где-то до полдесятого. К 10 пошли посмотреть, что там творится на Топ-сикрете. Топ-сикрет это, наверное, одно из самых южных тусовых местечек на пляже Наригама. На Топ-сикрете было слишком весело, слишком много людей и очень-очень много местных лангийцев, особенно молодых парней-девчонок и в основном парней. И кафе Топ-сикрет это одно из немногих кафе, которое не было огорожено забором. И туда мог просто зайти кто угодно, взять что угодно, уйти. В общем, довольно опасное местечко, учитывая, сколько там было людей. На Топ-сикрете мы встретили наших подписчиков. Привет вам, ребята, которые там отдыхали. И от Топ-сикрета мы прогулялись до Чиллспейса, посмотрели все тусовые пляжные местечки. И пляж напоминает в Новый год Баракайский, потому что все кафе открыты, все гудят, все там тусят, столики прямо на пляже, везде были музыка. И где-то к 12 часам мы уже были на Чиллспейсе, там тоже была большая тусовка. Но так как Чиллспейс был огорожен со стороны пляжа забором, там было намного меньше лангийцев, в основном русские отдыхали, тусили. Нам там понравилось, мы там встретили Новый год, посмотрели фейерверки, фейерверки вообще куча было на пляже, все взрывали что-то. Какие у них ужасные фейерверки, это просто жесть, они очень опасные. Ребята наши тоже покупали несколько штук, мы взрывали, пока сидели в Blue Fox в кафе, ужинали. Они очень опасные, правда, они взрываются в разные стороны. Это не наши, которые стоят там очень дорого и сертифицированные, и все такое, продаются в отдельных местах, петарды. Вроде как безопасные. Здесь это просто, они стоят копейки, все взрывается в разные стороны, летит. Ну, в общем, довольно опасно. В общем, кому интересны самые тусовые места, это Чиллспейс и Топ Сикрет в Новый год. Дальше мы не проходили в сторону Цитруса, в сторону Хико Транс, я думаю, там тоже было весело. Мы в основном тусили на пляже Наригама. К сожалению, не удалось больше найти подписчиков, хотя мы вроде как немного договаривались. В чатике у нас общий чат. Кстати, ребята, у нас есть общий чат про тех, кто приезжает отдыхать на Шри-Ланку, или кто просто собирается, пока думает насчет нее. Я приглашаю вас всех в чат, в Телеграме. У нас там есть беседка, у нас уже 30 человек. Общаемся, договариваемся о встречах, знакомимся и так далее. Спрашиваем вопросики, делимся опытом. Подписчиков в итоге искала по разным барам, не нашла. Нашла только одних ребят, которые были в Топ Сикрет. Кстати, у нас в планах взять байк на один денечек и покататься здесь в окрестности Хикадувы-Бентоты по побережью на байке. Вообще круто, наконец-то. Очень по этому соскучилась. Насчет видео с путешествий я уже сделала 4 штуки. Мы так смеемся, когда их пересматриваем. Это просто лучшее, наверное, лучшее видео по эмоциям, по шуткам, по юмору, которые у нас были. Обязательно ждите их. Я поставила их в очередь с 3 января. Так что с 3 января каждый день будут выходить наши видео. Надеюсь, они согреют теплом ваши каникулы зимние, снежные. Вот, так что приглашаю к просмотру. И сегодня мы встали аж полдесятого. В первый раз, наверное, за последние 3 месяца я встала так поздно. Полдесятого утра вообще легли мы где-то в 3 ночи. Просто погуляли, потом пришли к нам, посидели с ребятами и разошлись по домам, легли спать. Очень классно заснули. Сейчас я готовлю обед и собираюсь прогуляться на пляж, посмотреть, что там. Прикупить немножко в магазине продуктов. Естественно, возьму вас с собой, так что не переключайтесь. А сегодня у нас на обед местные сосиски и тушеная картошка с морковкой и луком. Вот, решила попробовать сосиски. Второй день их уже кушаем. Очень классные. Они уже приготовлены у них. Нужно только разморозить и поджарить, либо просто подогреть можно. Вообще класс. Остренькие. Вот, мы вышли на пляж первоянварский. Все такие пассивные. Вообще, что-то походу вчера все весело провели Новый год. Наши ребята вон там купаются где-то в волнах. Мы здесь лежим с Леськой, загораем. И вот из европейской части Хикадувы мы перемещаемся в Local Place. Вот этот пляж наш. Все приехали тусить. Вот почему здесь, интересно. Почему они выбрали этот пляж? Наверное, потому что ланкийцы не очень умеют плавать. И для них, конечно, лучший вариант это вот пляж, где меньше всего волн и пологий заход в воду. Я сегодня специально решила прогуляться. Поснимать вам пляжи, как сейчас-то обстановка здесь. Ну и вообще, насчет погоды тоже спрашивали. Обещается вот с сегодняшнего дня вот такую сказочную солнечную погоду, очень жаркую. Вот. А это я все к тому, что кто собирается отмечать Новый год в Хике, чтобы имели в виду, что если приедете, допустим, с 30-го на 1-е число, на несколько дней именно Новый год в Хикадуве, то, конечно, будет очень-очень весело. Но также ожидайте очень-очень много народу везде. На пляже с моими любимыми рыбками, где я всегда снорклила, отдыхала и купалась, что также куча людей, все отдыхают, лонгисты. А может вся причина в том, что у них 1-го числа какая-то поя? Мы так подумали и поняли, что Хикадува была райским местечком ровно до того момента, как случился тайфун, когда, во-первых, все пляжи размыло, и была ужасная вода грязная и все такое, а потом мы поехали в путешествие, приехали, а тут просто куча людей. Лютая тусовка, все дорого. В общем, 1 января в Хикадуве очень грустно. Хотела вам снять магазин, рынок, но половина чего-то не работает. На рынке вообще смогла только одну теченьку найти, которая ужасно кашляла мне в лицо, которая продавала папайи, купила папайи и быстро оттуда бежала. Мне не понравилось. Потом села в автобус. Там тоже чудо, какая-то печальная музыка, грустная. Куча местных, которые, видимо, приезжих сами в очень неадекватном состоянии, но при этом уступают места туристам с детьми, ну и вообще они очень хорошо к детям относятся всегда. Для них все самые лучшие места уступают, все такое. Вот, зашла в Сандагири, еще в магазина нет нигде хлеба, все какая-то тишина, нет людей, вообще все вымерли. В общем, иду с одной грустной папайи домой. Может быть, сейчас по пути хоть что-нибудь смогу купить, может, какой-нибудь бананчик. А вообще меня посетила классная идея, это приехать сюда в Хикаду в несезон. Здесь пожить, здесь будет все еще в два раза дешевле. И, судя по всему, по тому, какая сейчас здесь погода, будет примерно так же, то есть тоже будет иногда лить дожди. Единственное отличие это то, что не будет серферского сезона, не будет сильных волн. Ну и людей будет поменьше. То, что я так сильно любила, когда мы приехали сюда в ноябре, да, мы приехали. Ой, солнышко красивое, мне в спину светит. В общем, второй год подряд мы убеждаемся, что мы вообще не азиатские тусовщики, и вообще не тусовщики. Напишите мне, пожалуйста, в комментариях, есть ли еще такие странные люди, которые не могут потусить в Новый год нормально. Напишите, есть ли вы тоже такой же, как и мы. Азиатские тусовщики. Продолжение следует...